Мы за всё заплатим, белые деньги, белое платье. Белый парень в белом паре, выгляжу как шейх. Белый гелендваген, миллион дирхам на шее. В моём гардеробе нету места для вещей. Вообще. Как говорили великие, в моём гардеробе нету места для вещей. Вообще. Ребята, и это всё не просто так. Это новый мерч. Люди не меняются и игнорируй. Я хотел надеть сегодня футболочку игнорируй, но надену, пожалуй, её завтра или послезавтра, потому что просто не могу налюбоваться. Да, она немного помялась. Просто посмотрите на этот дизайн, ну это же просто песня, ну это же просто сказка. Боже мой, Ильдар, а где же я могу приобрести такую шикарную футболочку? Люди не меняются, конечно, ребята, по ссылке в описании. Вас ждёт этот прекрасный дизайн от самого приятного Ильдара. Этот человек принимал непосредственное участие в разработке дизайна. Слышишь крик? Ребята, энергичный Ильдар снова на связи. Всем привет, это я и также мой друг Алишер Моргенштерн с треком «Шейх». Новый трек, вышел позавчера. Вот, будете шейхами, будете носить мой мерч. Реально, поедете в Дубай, все будут спрашивать, откуда такая шикарная футболочка, откуда такое качество, почему кожа дышит, почему человек... Мерч приятного Ильдара. Люди не меняются, игнорируй егоное-еёное. Всё по ссылке в описании. Ребята, покупаем и поддерживаем вашего любимого видеоблогера. А тем временем продолжается наш марафон. Спасибо, что набрали 60 тысяч лайков, мне очень приятно. Надеюсь, этот ролик также наберет 60 тысяч, потому что если не наберет, то следующий не выйдет завтра, очевидно. Вот, поэтому постарайтесь, наберите. Сегодня с вами мы продолжаем смотреть шоу «Безумная экономия». У нас пятая серия, два месяца я не выпускал. К сожалению, там были вот эти «Беременов 16», «Мужские, женские». И что-то я подзабил на «Безумную экономию», а люди просят. Там, конечно, не огромное количество просмотров, но сам проект мне нравится, само шоу мне нравится, отклик бешеный от аудитории я вижу. А также каждый, кто посмотрит этот ролик, получит паспорт Беларуси в конце. Вот такой вот это пашпорт. Привет! А ещё раз дочный палец. Ещё раз хочу, ребята, вам выразить огромную благодарность за то, что вы продолжаете смотреть мой канал. Вы подписываетесь, вы ставите лайки, вы пишите приятные комментарии, поддерживайте меня покупкой моей одежды. Она правда отличная, ладно, я уже прорекламировал. Ну, реально, прям огромное спасибо, потому что для меня это много значит. Я понимаю, что я работаю не впустую, я понимаю, что я стараюсь для вас, вы это оценивайте, у нас с вами синергия, и мы с вами прямо вот жёстко так обнимаемся и с кем-то целуемся по желанию, конечно же. Также я хочу заметить, что 45% аудитории смотрит ролики без подписки. Это не шутка, у меня, правда, написано это в аналитике, поэтому если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь. Кнопочка красная подписаться, нажимаете на неё, она становится серой, и всем становится приятно. Хочется уже себе 4 миллиона подписчиков сделать. Слушайте, человек 2 года уже 3 миллиона подписчиков. Можно 4? Пожалуйста, ребята. Давайте, распространите среди жильцов своего ЖЭКа. Подпишитесь на приятного Ильдара. И не пишите, пожалуйста, мне в Телеграме, сука. Я встретилась... Кстати, предыдущие выпуски надо посмотреть, давно уже не было. Подрядчикам по поводу стены. И он сказал мне, что я могу снести её сама с экономикой... Сказал, что мне надо снести этой кувалды голову, которую я сама сделала. ...при этом кучу денег. Как съездил? Милая, что это? У тебя что там, костыль? Никогда не видела, чтобы Джей... Ну, до конца не верю в то, что такие люди существуют. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые там едят кирпичи, занимаются соитием со своим автомобилем. У меня этот ролик есть на канале, он так мало просмотров набрал, могли бы уже и посмотреть. Короче, разные странные ребята бывают. Так, злился. Давай так. Я дам тебе деньги. Тысячу баксов. Я не хочу тратить тысячу баксов. Прости, но я буду стоять на своём. Ты заставишь меня... Идеальная жена. Возьми мои деньги. Нет, я не буду тратить деньги. Пока. Я не буду тратить в десять раз больше, чем я хотела. На свадьбу я планирую потратить всего 750 долларов. Хорошо. Я помню, в каком же шоке была эта женщина. Я согласилась надеть платье Эшли только при условии, что мы изменим его так, как я захочу. А мы не можем закрыть эту часть чем-то вроде ткани для фаты. Я даже принесла свою собственную. Она грязная. Ей уже не быть белой. Зато она бесплатная. Когда она вынула из сумки эту гадость, я хотела вызвать уборщиков, чтобы очистить салон от мусора. Прикиньте, какой-то тюль, да, марлю, в которой мама там творог делает над раковиной. Принесла такая. В этом будет замуж выходить моя дочь. Мама, сестра... Это подстилка для коровы. А я, как представительница семьи Тренов, участвуем в конкурсе. Тренов, это просто, знаете, типа, богатые азиаты уже просто не знают, как себя развлекать и решили поиграть в бедных. Вот для меня не так выглядят. Но я больше не хочу в этом участвовать. Она это всерьез? Она думает, что может решать все сама. Мама никогда меня не слушает. И потом, для нее главное деньги сэкономить, а не мои мечты исполнить. Весь этот модельный бизнес беспокоит меня. Чтобы попасть в модельный мир, нужно собрать портфолио. По-моему, вы уже столько мусора набрали домой, столько сэкономили, что можно и на дочку выделить деньги. Вот чем закончилось, я вспомнил. Там, где этот черный парниша решил коктейлями угостить всех на улице, Маргариту подключил к машине. Легенда. Только не мелочь, Анжела. Убери ее с глаз долой. Мы даже пишем расписку о том, какую сумму мы получили. Вы как... Блин, реально круто. Женщина работает водителем автобуса школьного, отдает деньги мужу, и он распоряжается ее деньгами. Супер. Ты это обсуждали? Как вы вообще к такому пришли? Маргарита готова. Ты в курсе, что она есть и в баре? А ты в курсе, что за деньги? Гарантирую, что у меня получится вкуснее, чем в баре. Мне осточертело так жить. Мне надоела твоя жадность. Ты остаешься жить со своим... Всего лишь 20 лет понадобилось, чтобы довести эту женщину. С твоими любимыми монетками. По делам тебе. Анжела. Чувак только повернулся и думает, а кто будет работать в семье, если она уйдет? Ничего, что? Кем я буду работать? Безумная... So freaking cheap. Экономия. Семья Уотсонов. Женщина меня бесит больше всех, если честно. Два дня до свадьбы. Ездит на Мерседесе и экономит на макаронах. Привет. Мы с Трейси отправились в наш любимый продуктовый магазин сниженных цен за закусками для гостей. Мы стараемся отыскать что-нибудь подешевле, потому что знаем, что угощение – одна из самых больших статей расходов на свадьбу. Мы ходили на дегустацию в ботанический сад. И там выходило 75 долларов на человека. Я же хочу потратить 70... Я же хочу потратить 0 долларов. ...пять центов на человека. Сегодня мы закуп... ...по дешевке. Я пока точно не знаю, что мы возьмем. Я ищу вдохновение, а также хочу узнать, что там есть дешевое по акции. Я мыслю... Это, кстати, штучка точно от ковида защищает. Так, купим еды, которую можно есть руками, потому что в таком случае не потребуются тарелки. Можно травы нарвать, сказать, что это какая-нибудь азиатская кухня высокая. Какие-то нужны, но не столовое серебро, и все в этом духе. Можно... Вообще, на самом деле, можно и бесплатно, будто бы там есть магазины для бедных, где можно приходить и бесплатно брать любую еду. Ну, она, конечно, такая третисортная будет совсем, но все равно. Либо просто стать под магазином, притвориться бомжами, и точно кто-нибудь купит. Салат отлично подойдет, но тогда потребуются вилки и заправка. Когда мы были в ботаническом саду, у них была закусочка из огурцов. Не знаю, может быть, ее мужу делали лоботомию? Почему он с ней соглашается и ходит? То есть, просто вот, ну, два человека таких нашли друг друга? Я просто не понимаю, ну, то есть, или, может, олигофренией какой-нибудь болеет, и он просто ходит такой, как мальчик-колокольчик за ней. Я не знаю. А также огурчики в воде. Я думаю... Он просто говорит, и для меня это какой-то фоновый шум. Пшшш. Ну, и нам следует сделать что-то подобное. Нет, это кабачки. Такое-то я хотел в жопу, ладно. А я говорю об огурцах. Ладно. О, 8 штук за... О, мой размерчик, поехали. Доллар. Отлично. Ребята, ну, такая была банальная шутка, понимаю, но хотелось что-нибудь мерзкого добавить. Нам? Нам нужно... Хотя огурец в жопе, мне кажется, это не самое мерзкое, что я в жизни. Много. 8 огурцов за доллар, отлично. А вот кабачок в жопе. Знаете что? А мне... Я вот знаю... Блин. А мне не надо никакая вот, знаете, вот компания, чтобы просто рассмешить себя. Я вот сам чушь парю и смеюсь с этого. У меня так смешно. Может, никому не смешно. А прикиньте, вы сидите просто с каменными лицами. Такой, типа, блядь, блядь он ебан. Блядь, это еще смешнее. Я не знаю, что мы приготовим на свадьбу Бритни. В основе всех блюд будут огурцы. Ха-ха-ха-ха-ха, легенда. Это будет просто прекрасно. А помимо огурцов, мы будем готовить пасту или что-то такое? Нет, это слишком дорого. И тогда нам потребуются вилки и сервировочная посуда. Я думаю, что это будет намного дороже. А если кто-то не любит огурцы? Им не повезло. Ну так вот, знаете, по классике. А если кто-то не любит, будет что-то, какая-то альтернатива? Типа, если кто-то не любит мясо, там будет рыба? Нет. Это его проблемы. Там будут огурцы. Ха-ха-ха-ха. Мы собрались подобрать обручальные кольца. Я очень рада, но мама не хочет, чтобы мы тратили деньги на кольца. Это не входит в бюджет. Можно взять от бутылки от пива, например, или от вина какое-нибудь кольцо, там. Или циркониевые брасли. Но надеюсь, мы сможем... Анальная кольца. Ладно, все. Все-все. ...это от нее. Я не хочу, чтобы она узнала, потому что она разозлится, если узнает, что мы купили кольца. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Райан. Чем помочь? Пускай споет ради кольца. Помните, он там пел. На выходных у нас свадьба. Поздравляю. Спасибо. Мы ищем обручальные кольца. Что-то конкретное? Белое, золото-желтое, платина. Нет, мы хотели бы посмотреть, что есть. Да, предлагаю начать с этого классного, классического кольца из желтого золота. А можно из железа, чтобы гномы из гномеригана нам сковали вот так вот там? Такое есть прям, может, чугунное какое-нибудь? Из алюминия есть кольца у вас? Оно красивое. Оно очень красивое. Нравится? Такое прелестное. А сколько оно стоит? Три доллара. Это слишком много у нас есть, только 30 центов. Сколько оно стоит? Оно стоит... 1985. А реально кольца столько стоят обручальные? Я думал, просто обычное кольцо стоит там три рубля, нет? Я планирую потратить где-то 600 долларов. Я знаю, что Шелли это не слишком обрадует, но я старомоден и хочу подарить невесте то, что она мечтала на... Мама не старомодная, она сумасшедшая. Тут это разные вещи. Знаете, как сравнивать теплое с красным? Если бы свадьба зависела целиком от моей мамы, мы, вероятно, вместо колец... Откуда у нее электронные часы, я не понимаю. Это не расточительство? Надели бы клип ленты. Я рассчитываю где-то на 500-600 долларов, включая мужское кольцо. Что ж, учитывая качество этих изделий, подобрать это будет сложно, но у меня есть один вариант. Бриллианты в желтом золоте 14 карат. Посмотрим? Да, давай. Моя мама нас убьет. Чувак такой думает, что, убьет за обручальные кольца? Штуки за полтора доллара можем взять. Тем временем, мама, типа, надо купить ужин на 75 центов. Возьмем две вот эти и... этого хватит? Я думал, у них просто тележка огурцов будет. Да, мы ведь нарежем на мелкие кусочки. Затолкаем им в глотки. Вчерашний хлеб всего за... Не нравятся огурцы, понравилось. 99 центов. Берем все это. Один, два, три. Важнее всего экономия в доме. Парочку этих. К нам на свадьбу приедет, наверное, человек 25. Обычно кейтеринг стоит от трех до 12 тысяч долларов. Но мы придумали идеальные блюда. Бутерброды с огурцами. Пожалуй, худшее, что я слышал в своей жизни. Прям, ну, реально, ну, худшее. Огуречную воду. Закуски. Из огурца. И это дешево. И стулья. Мне кажется, ей просто нравится издеваться над всеми. То есть она просто ебаный энергетический вампир. 15 долларов 83 цента. 15, спасибо. Хорошо. Тем временем, дети, 600 баксов на кольца. Сюда. Красивое. Сколько оно? Около 300. Вполне подходит под ваш бюджет. Я не собираюсь ничего говорить маме о кольцах, если она сама не спросит. Мама точно не спросит. Она не заметит кольца. Или соврем, что купили их за 5 баксов. Все. А шоу-то она не посмотрит, конечно же. Семья Гиллисов. Она хотя бы вот эта женщина милая шизоидка такая. Бекки, давай комод передвинем. Когда мы с Бекки купили этот дом, мы знали, что на его ремонт потребуются деньги. Но всякий раз при разговоре Бекки очень нервничала, что придется тратить деньги на ремонт. Это деньги мужа. Ну, блин, хотя какая хорошая жена. Но в день Святого Валентина мы заключили соглашение, что она потратит тысячу долларов на покупку чего-нибудь нового для нашей будущей так называемой... Она купит еще один дом просто. ...мой семейной комнаты. Вот сюда. Я с нетерпением жду, когда она провернет эту сделку, чтобы превратить эту комнату в то, что мы хотим. Я хочу обустроить здесь палатку. И я могу принести несколько палок заднего двора. Я знаю магазины тканей, где можно найти полотно для тента. А еще можно сделать школьную доску. Ты мог бы обстрогать какую-нибудь деревяшку. Обстрогать? Да. Но я не умею. Я хочу коврик. В магазинах для рукоделия есть такая ткань в виде квадратиков. И с помощью пряжи можно их соединить. Самодельный коврик. Рукоделие и самодельные вещи заложены у меня в ДНК. Наша свадьба была сделана по такому принципу. Я все сделала там. Наполнила озеро, посадила деревья, вырубила лес, построила лавки, сшила костюмы. Я купила то, что оставалось с других свадеб. Свечи... Торт не доели. Фата и даже пояс с подвязками. Все это было взято у кого-то с прошлых свадеб. А после нашей свадьбы я все собрала и продала, чтобы вернуть ту небольшую сумму, которую мы потратили. Легенда. Вот так надо свадьбы проводить. Помните, в четырех свадьбах у меня бюджет 3 миллиона. И там начинаются выпедрежники. Тут потратила ноль. А потом найду стол на помойке или где-нибудь. Все, что ты перечисляешь, ты собираешься искать на свалке. Но мы же договорились о деньгах. Таких столов миллион. А я могу сделать необычный, причем бесплатно. И это будет мило. Я знаю, что мне нужно потратить тысячу долларов. Но я уже тревожусь об этом. Значит, для тебя это много. Она, знаете, как потратит? Просто под проценты положит в банк. Дорого, я потратила, у меня нет этих денег. Они просто приумножаются. Но, по большому счету, это немного. Просто это попытка установить небольшую планку. Постепенно ты привыкнешь. Такая небольшая планка в тысячу долларов. Я могу год жить. Хочешь, чтобы я привыкла тратить? Да. Это странно. Мы ведь хотим обустроить наш дом. И на этот... Такая женщина, мечта каждого мужчины. Типа, что тебе надо? Ничего. Я на мусорке найду. Требуются расходы. Понимаешь? Она пойдет сама себе там с могил цветы насобирает. В общем, все нормально у нее будет. Дело не в том, что я этого не хочу. Просто я... Траты тебя убивают. Да. Но нам нужно сохранить отношения. В смысле, наш брак? Мы оба хотим одного и того же. Да. И компромисс в том, чтобы потратить немного денег. Немного. Да. Немного. Да. Немного. Немного. Доллар, дань, тысяча, да... Боже мой. Бекки просто одержима идеей тратить как можно меньше. Меня это, мягко говоря, расстраивает. Ведь это всего лишь тысяча долларов. Вполне достижимая, разумная цель. Я потратил много времени, пытаясь убедить ее согласиться на это. Чувак такой, типа, я хожу в этом свитере пять лет, я не знаю, на что мне тратить деньги. Пускай хотя бы жена потратит. Зачем я вообще работаю? То поживем. Подтираемся два раза одной и той же бумагой. Увидим. Семья Тренов. Сегодня... Они просто живут в особняке где-то в Голливуде, все нормально. Мы идем к фотографу. Я не понимаю... Надеюсь, бесплатному. ТФП съемочка пошла. Почему мы едем в соседний район, но я в нетерпении. Едем, едем в соседнее село, на дискотеку, воровать фанатеку, потому что платить не хочет. Мы не хотим. Приехали. Не хотим или не хочем. Как правильно? Не хотеть, не хотеть, не хоч... Мы не хотим. А что такое не хочем? Что это за хуйня у меня в голове? Кто я? Где Боба? Сегодня мы идем к профессиональному фотографу, которого я нашла в интернете, чтобы сделать пробную фотосессию для коризм. Конечно, Розанна в 52 года выглядит это просто... Дай бог всем так выглядеть. Проходите в студию. Здесь красиво. О, кажется, вы талантливый фотограф. Спасибо. Да, да. Спасибо. Я специализируюсь на съемке собак. Их я и снимаю. А кто это? Боба. Боба. Подождите. Так, вы куда спешите, ребята? Дайте мне выговориться. Не перебивайте меня. Они привели свою дочь фоткаться к собачьему фотографу? Или я что-то неправильно понял? Очаровать. Собачьему депутату? Больно. Сделаем несколько пробных снимков. Работай. Милашка. Надо же. Давай, детка. Боже мой. Мне кажется, животных так просто фоткать на самом деле. Просто им не надо ни мейкап, ничего. Просто они всегда милые и красивые. Эй, малышка, работай. Знаю, что сомнительно брать для этого фотографа, в основном работающего с животными, а не с людьми. Да, реально. Но я уверена, что у нас все получится. Вы могли бы сделать еще несколько снимков? А может попробовать поснимать каризму? Возможно, с ней Боба будет более послушной. В кадре. Боба. Чувак такой, я ненавижу людей, я люблю собак. Боба. Класс. Нам нужно собрать портфолио для каризмы. Причем с профессиональными фотографиями. Короче, собачий фотограф просто дешевле. Вообще, за столько лет вы могли бы на мусорке фотоаппарат-то уже найти себе. Животных фотографов стоят обычно от 500 до 800 долларов в час. А фотограф животных может обойтись нам всего лишь в 300 долларов или около того. Какая разница? Фотограф есть фотограф. Так мило. Отлично. Я думал, что просто сниму Бобу. Но они пришли нарядные, с макияжем и прическами. И были готовы к работе. Я сразу понял, что что-то не так. Раз, два... Тем не менее, все равно фоткал. Сказал бы, я не фоткаю людей, все. Три. Зачем ты подписался на это, мужик? Хорошо. Я думаю, фотографий много. Полно. Наконец, у каризмы будет профессиональное портфолио для модельной карьеры. Я думаю, она точно будет самой популярной моделью в мире. Теперь нужно определиться с гардеробом и локацией для следующей фотосессии. У каризмы должно быть великолепное портфолио. Такая, я хочу, чтобы моя девочка была самой лучшей моделью. Я прямо мечтаю и желаю для нее самого лучшего собачьего депутата. Может, мы запишемся на настоящую фотосессию? Ладно, да. Как я уже сказал, я специализируюсь на собаках и домашних животных. Но умею фотографировать и людей. По тем же расценкам? Давайте так. За сессию возьму 350. Устроит? Да, отлично. Чувак такой... Круто. Тогда назначайте место и время, и я сделаю. Ладно. Спасибо, что... Жесть. Мне кажется, за 800 долларов это какой-то потолок. Реально, в Америке, я думаю, много фотографов, которые за баксов 100, за 200 пофоткают. Изи. Пришли. Конечно, спасибо. Такой думает, я людей пофоткал, собак пофоткал, вот и заработал за день косарь баксов или два. Спасибо. Семья Гиллисов. Бекки, тут и правда классные вещи. Как насчет стула? Насчет купить ту штуку, которая делает обои сзади. Сегодня я иду по магазинам с Пэм, чтобы потратить тысячу долларов на обустройство семейной комнаты. У нас в доме почти нет мебели. А та, что... Кстати, подписано Face Shield, блять, чтобы все знали, что это щит для лица. Есть? Досталось мне бесплатно или почти что даром. Не смотри на цену. Не надо. У тебя есть деньги. Прекидите, просто у человека фобия больших цен. Он такая... Не. Не-не-не. Мне это не хочется. 153 доллара, кстати, классно замазали. Я знаю, что в магазине мебель дорогая. Я так сильно переживаю и боюсь. А где мебель недорогая? На помойке, да? Понял. Брала этот магазин, потому... Фигню спорол. Потому что это самый большой мебельный магазин в штате... В мире. ...и Нью-Йорк. И я решила, что у них такой же крупный отдел с распродажей. Не знаю, вроде... Самый крупный мебельный магазин, просто ни одного человека нету. Как нужен стол? Хорошо иметь стол для работы. Ой, правда классный. Сколько стоит? На нем нет ценника. Опа, бесплатный, сюда! Я испытываю дискомфорт. У меня даже ладони вспотели. Это будет сложно. Хорошенький гламурный столик. И сейчас он продается всего за 250 долларов. Она такая, я сама из говна и палок соберу стол. Дайте мне изоленту, кувалду и швабры. Это хорошая цена, да. Это же просто смешно. Его столом-то не назовешь. А тут 250 долларов. Бекки. Вообще, на самом деле, я с ней согласен. Столик как-то на 250 будто не тянет. Вернись. Спустись на землю. Он, знаете, выглядит как стол на какой-нибудь детской площадке. Вернись к нам. Давай. Посмотри на тот стул. Он идеальный. О да. Очень элегантный стул. Кстати, стул реально ничего. За соточку вполне вообще даже даром. Красивый. И скидка тут. Даже больше половины стоимости. Хорошая цена. Я нервничаю. Блин, с такой стул я бы и себе домой хотел. Уценили с 350 до 99 долларов. Блин, а можно еще уценить до нуля. Пока вроде неплохо. Но мне по-прежнему кажется, что за один стул это слишком большие деньги. Я вообще в курсе, сколько мебель стоит. Деньги. Не могли бы вы дать мне минутку? Конечно. Я вернусь к вам. Хорошо, спасибо. В чем проблема? Мы пришли... Проблема в том, что у меня проблема с головой. Ты не поняла еще? Мебельный магазин, чтобы купить вам мебель хорошего качества. У тебя есть деньги. Давай, купим тебе стол. Но это не значит, что мне нужно их тратить. Бекки, почему тебе так важно, чтобы я поменялась? Потому что тогда нам придется вечность ходить по бесконечным секонд-хендам. Да купи ты этот стул уже, ну не мучай нас. Пожалуйста, стул имба. Не знаю, Пэм. Джей не обрадуется, если узнает, что ты не тратишь деньги. Когда я была маленькой... Она такая, а давай я тебе дам эти деньги и положишь их себе, а потом я заберу когда-нибудь их через лет 500. Экономить средства зазорным не считалось. Бекки была всегда одержима экономией. Я брала банку из-под кофе и проделывала верхние части прорезь. Я хранила свои деньги в банке из-под кофе. Потом подтирала ей жопу. Она постоянно собирала сдачу. Искала монетки на землю. Вообще классно, знаете, как жестяной банкой вытирать жопу. Получается, можно еще и порезать жопу, и там кровь идти будет, и она будет говно смывать. Экономненькая. Но потом я просто заклеила эту прорезь, потому что у меня не было желания доставать оттуда деньги. У нее была самая тяжелая банка из-под кофе в мире. Может, отыщем что-нибудь на свалке, а ему скажем, что мы это купим. Какое типичное предложение провести время с кем-то сестрой, с подругой. Или для смеха? Нет, всерьез. Нет, не надо так. Нет. Мне эта идея страты денег не нравится. Блин, я смотрю на нее, я понимаю, что у нее IQ, да, где-то 11. Но даже она, блядь, знает английский. А я нет. А у меня 12. Но Джею надоело, что я чересчур бережливая. И теперь мне нужно доказать ему, что я могу это сделать. Или я не знаю, что произойдет. Итого вместе с налогом 376,92. Паническая атака сейчас будет, я уверен. Возвращаю вам. Как будете оплачивать? Я не хочу платить. Но ты должна. Все хорошо? Да. Круто. Я потратила 400 долларов на стол и стул. Я так сильно переживала, что на парковке у меня даже живот заболел. Но я знаю, что мне нужно было это сделать. Я должна потратить деньги, чтобы реабилитироваться перед Джеем после разрушения стены. Ну, 400 на не 1000, а еще будто бы 600 не хватает. Сейчас будет огуречный коктейль. Огуречный день. Привет. Эшли. Ребята, надо кокаин расфасовать. Я здесь. Сегодня девичник Бритни. Я подружка не... А прикиньте, она реально миллионерша какой-нибудь, наркобарон жесткий. Она так просто угорает. Она 100% угорает. Невесты, так что готовлю ей свадебный подарок. И хотя мамин бюджет в 750 долларов не включает в себя проведение девичника, я нашла способ, как организовать эту вечеринку эко... Блин, у нее очень красивые черты лица, да? Подхудеть бы чуть-чуть. Ну, ладно, на вкус и цвет, но подхудеть чуть-чуть. Будет вообще имба. У нас будет торт, развлечение и украшение. Хотя... Ладно, можно не худеть. Вечер точно будет веселым. Я кое- Не знаю, люблю красивых женщин. Это нормально? То привезла. Что? Что это? Подаришь презервативы? Используем как воздушные шары. Сделаешь из них шары? А как известно, меня смотрят только красивые девчонки. Девчонки, вы бы знали, как я вас люблю. А парней крепко жму за... Ой, вот так вот. Да, почему бы нет? Они нам больше не нужны. Мы с Колби пытаемся завести детей. И у нас много оставшихся презервативов, которые буквально без дела лежат у нас в комоде. Так, ну их можно как шапки использовать или носки, или вообще просто сделать целый костюм латексный, конечно. Просто так. А не со смазкой? Нет, без. Без? Ладно. А это что? Соломинки с пенисом. В общей сложности девичник Бритни обошелся мне долларов в 10. Соломинки остались с моего девичника, и презервативы нам больше не нужны. Надуем их, как воздушные шары. Так что... Бля, по-моему, пакет воздушных шаров в Америке должен стоить типа ноль. Тебе еще должны доплачивать, чтобы ты их взял. Все это стоит 10 баксов. Хорошо, посмотри. Это будет идеально. Вот. Это же девичник. Думаю, Эшли была немного сбита с толку, когда я вынесла форму для торта в виде плюшевого мишки. Но у меня есть действительно забавная идея для торта. Думаю, Бритни это немного смутит, но ничего страшного. Это же девичник. И она сру в эту форму, и будет бесплатный торт. Как по бюджету? В каком идейка? О, замечательно. Ты не поверишь, но мы укладываемся. Из нашего бюджета в 750 долларов мы потратили 15 долларов на еду. За 250... А как надо ненавидеть своих детей, чтобы вот так издеваться над ними? То есть она прям реально их ненавидит? 15 долларов мы перешили платье и сделали фату. Место проведения бесплатно. Фотографии бесплатно. Кольца за 250 долларов. Да, кажется, что и дети, и не ее, и не она их делала. Декорации за 20 долларов. Так что получается 500 долларов 80 центов. И еще осталось. Получится мило. А вот это сверху. Да. Как ты думаешь, это реалистично? Нет. В смысле? Нет. Мы не закончили. Ты шутишь? Люди платят большие деньги за торты в виде пениса. Огромный бизнес? Ой, по-другому. Люди пекут торты в форме женских грудей. Это не торт, это говно. В форме пениса. Всевозможные. Мой же обошелся мне менее, чем за 4 доллара. Глазурь. А где будут волосы? Понятно где. Ладно. Хорошо. Покроем волосами. Фу. 5. Хорошо. Торт пенис готов. Класс. Я только что закончила украшать наш... Это же издевательство. Это не торт. Это просто как наляпали что-то на тарелку. Типа дети играли с песочницей, сделали... Да не лучше бы сделали. Безупречный торт в виде пениса. Но реально безупречный. Работы у нас еще очень много. Интересно, почему его замылили? Это же не напоминает ничего, кроме как блевотню. Семья Тренов. Классное платье. Спасибо. Вообще-то оно еще не закончено. Будем надеяться, что сможем его собрать. Я обожаю платье. Захожу на сайты, вижу ценники, и про себя думаю... О боже, да я бы даже половину этого... А что она сейчас в газетном платье не сидит, я не понимаю? Не отдала. Что если пояс будет здесь или чуть ниже? Здесь. Ладно. Трэш-мода – это создание аксессуаров, платьев и предметов одежды из мусора. Самое главное, что это бесплатно. Так, может выложим складками? Да. Большинство наших тканей собрано из различных кусочков фольги. Газета. Это можно рассмотреть, знаете, как такой кусочек микро-время-препровождения, но так как шоу называется «Безумная экономия», и нам показывают просто каких-то людей, которые роются по помойкам, то будто бы, типа, в этом нет смысла никакого, потому что это ваша жизнь. То есть это не один из тысячи способов, знаете, как-то интересно провести время, а это просто очередная попытка, типа, сэкономить денег. Все. Пузырчатая упаковка. Наше платье сделано из зеленой пузырчатой пленки. Это обертка от фруктов. Не, ну ладно, сейчас посмотрим результат. Может, там что-то даже ничего будет. А это серебристая фольга из формочек для пирога. Я надевала его для съемки в журнал, который продвигает трэш-моду. Слушайте, ну так-то смотрится в итоге неплохо. Спасибо. Может, чуть плотнее? Да. Блин, ну на самом деле, с учетом того, какое там безумство творится в Америке, там, знаете, спасать экологию и прочая вот эта вот вся фигня, то это где-то может точно зайти. Патерть с пончиками, с конкурса двухлетней давности. Тогда была большая вечеринка с пончиками. И после мероприятия мама предложила использовать ее для наряда. Я думаю, еще о фольге и блестках. Подходит по цвету, да. Слушайте, может на фото и не так плохо будет, ладно. А вдруг будет отвлекать от лица? О, нет, нет. Если что, можем украсить фольгой и лицо. Чтобы его точно не было видно тогда, блядь. Ему это идеально. Можем просто шлем надеть тебе на голову, пакет. Наряд для фотосессии. Стройматериалы. Открыто. А может быть она решится и все-таки купит кувалду? А вот это вот будет, конечно, шаг серьезный. Я никогда раньше здесь не была. Мне нужны принадлежности для рисования и палатки для чтения. Можно ли взять обычную черную краску вместо краски для школьной доски? А то она стоит 21 доллар. Если вы возьмете обычную черную краску для этих целей, то при письме мелками краска будет с нее сходить. Значит, по-вашему нужна только специальная краска? Верно, она для этого и предназначена. Подайте нам, пожалуйста. Спасибо вам. Обращайтесь. Нам нужны кисти. А вот ролики. Отлично. Идем. Давай еще поищем. Зачем? Могут быть дешевле. То, что нужно. Слушай. В хозяйственном магазине чем выше висит товар, тем он дороже. Значит, нам нужно искать ниже. Вот. Меньше доллара. Да. Но, возможно, эти товары внизу – это полное говнище. Не? Что ты собираешься этим раскрасить? Это ролик стандартного размера. Ты видишь, в чем разница? Видишь? Такая вот, может быть, ролик для кукольного домика? Ладно, почему бы нам снова не использовать старые носки? Тогда это сработало. Меня тошнит от того, что приходится тратить деньги на кисти и краски. У меня целый ящик носков, которые можно использовать. Краска же для школьной доски была дорогущей. Вдвое дороже обычной краски. Мне казалось… Я тоже даже не могу придумать, что она может использовать для чего. Она такая, помнишь, я рожала ребенка, у меня осталась плацента в холодильнике. Вот ее можно разморозить в морозильнике и сделать из нее валик, и красить ей. Почему нет? Это пустая трата денег. Придумал. О-о-о, чувак едет и думает, где денег заработать? Семья Клейтонов. Та выходка Тони на парковке была глупостью. И наша семья от этого страдает. Я сообщила Тони, что наши отношения меня в конец вымотали. И что нам нужно пойти к специалисту. К счастью, подруга… Специалисту по бракоразводам, я так понимаю. Подарила мне одну бесплатную сессию. А если что-то бесплатно, то, может, Тони исходит. Я согласился пойти к психотерапевту, чтобы поговорить с ним о наших финансовых разногласиях. Здравствуйте. Как вы? Хорошо. Проходите. Спасибо, что пригласили. Как поживаете? Замечательно. Проходите, садитесь. Садитесь. Хорошо. Расскажите мне о том, что привело вас ко мне сегодня. Я уговорила мужа на эту встречу. Он не хотел приходить, потому… Потому что подумал, что она платная. Так. Потому что считал, что ему никто не нужен… Блин, жаль. …бы указывать, как… Джастин Тимберлейк, здорово. Как ему… Облысел чутка. …тратить свои деньги. Финансовые решения связаны с эмоциями. Это то… Диджей Джошуа. Терапист. …чему мы привязаны. Страхи, которые мы испытываем, влияют на каждое из этих решений. У всех пар это встречается. Тони, я здесь не для того, чтобы рассказывать вам, на что… Помните такого рэпера Тони Ейо? В G-Unity был. И Ллойд Бэнкс там еще был. Кто вам тратит деньги? Меня… Ллойд Бэнкс, Тони Ейо и… Блин, забыл. Третьего. Меня интересует, какие у вас обоих отношения с деньгами. Тони, давайте проследим, как проявляется ваш страх сознательно. Что, если бы вы не могли контролировать свои финансы? Чего вы в этом случае боитесь? Что мы окажемся бездомными и нищими. Вот чего я боюсь. Ей нравится тратить деньги безрассудно. На все, что угодно. Безрассудно. Выпить коктейль в баре. Все. Когда меня спросили о моей истории с деньгами, я почувствовал, как будто на меня напали. Понимаете? Это вопросы, на которые я не хочу отвечать. Тони, вы сказали важную вещь. Вы сказали, что если я последую за страхом, и мои страхи сбудутся, мы будем бездомными. И это действительно важно. Ведь такой страх стоит за каждым вашим решением. И каждый раз, когда кто-то тратит деньги, на кону стоит многое. Мне интересно, не могли бы вы поведать, откуда этот страх? Он такой, ну, я вырос в помойном ведре, например. Из детства. Ну, очевидно. Моя мать работала, как проклятая. Мой отец работал. Поэтому я не работаю. И отбираю деньги у жены. Как проклятый. И казалось, что чем больше они работали, тем меньше у нас было денег. Понимаете? Такой, поэтому я не работаю. Им работает моя жена с***. Нам казалось, что им приходится бороться на... Сейчас жена такая, ладно, Тони. Тони-йо-йо. Я тебя понимаю. ...каждым шагу... ...делать свои маргариты в багажнике. ...посвести концы с конца. А вообще, давай переедем в багажник. ...сами. Я не хочу такого для своей семьи. Тони не любит открываться людям. Он всегда держит все в себе. Но у него много проблем, о которых я не знаю. Так что, возможно, доктор поймет, в чем его проблема. Помню, у нас выселили, и мы буквально спали на улице все три дня. Мы спали на ступеньках. Я не хочу больше проходить через это. И я понял, что мне нужен хороший план, чтобы... Найти работящую жену. ...копить денег на черный день. На черный день. Он у них всегда, кстати. Я больше так не хочу. И это единственная причина моих... Зато смотрите, какой перстень-то у него на руке. Ой-ой-ой-ой-ой. Простите. Все в порядке. Мы на терапии. И здесь это нормально. Я не хочу, не хочу снова оказаться в ситуации, когда мы... Все потеряем из-за навязчивой привычки тратить деньги. Поэтому у нас будет такая ситуация, что мы будем тратить на грани безумия. Ноль. Практически ноль. Из крайности в крайность. Вот такой выход у Тони из ситуации. Я не знала, что он был бездомным. И знаете, это тронуло меня до слез. Мне никогда не приходилось такое испытывать. Теперь мне стало понятнее, потому что я знаю, через что он прошел. У меня такого не было. Спасибо, что поделились с нами. Важно понимать, откуда возникают такие сильные чувства, связанные с деньгами и финансами. Когда вы тратите на что-нибудь деньги, то записываете в дневнике, что вы чувствуете в данный момент. Какие эмоции у вас возникают и какие действия вы предпринимаете. Вы решили потратить или начали думать о том, что скажет Тони? А вас, Тони, я бы хотел попросить о следующем. Когда вы почувствуете желание контролировать действия Анжелы или Сьеры, предварительно осознать, какие эмоции вы по этому поводу испытываете. Я вас услышал. Я открыт. Я люблю свою жену и хочу, чтобы моя жена и мои... Всегда, всю жизнь работала, я ничего не делал и просто экономил. И дочь были счастливы. Я люблю их. Все, терапия прошла отлично. Ноль рублей полностью вылеченной Тони. Я вспомнил детство, но я не хотел бы раскрывать эту тайну. Но с другой стороны, я почувствовал облегчение, будто гора с плеч. Семья... Ну, везут там эти пассаты, которые в Минске ездили бы еще лет 40. Тренов. Блин, в Минске, на самом деле, так забавно заходить, смотреть цены на автомобили. Это, блядь, лучшее развлечение. Реально, можете зайти, там, какой-нибудь Рено Меган. За какие-то баснословные деньги, там, Пассат Б5. Тоже 10 тысяч долларов, 30 лет, 3 миллиарда пробега. Блядь, люди просто сумасшедшие. Что это за место? Мы приехали на свалку для авангардной фотосессии для портфолио каризмы. Я выбрала это место прежде всего... Вон, Киа, блядь, такси может еще лет 40 работать здесь. ...пому, что оно бесплатное. И необычное. Мы привезли с собой аппаратуру для съемки. Отражатели, лампы. Это, чтобы сэкономить. ...домашних животных за фотосессию каризмы возьмет фиксированную плату в размере 350 долларов. Давайте пока все разгружайте, а я поищу место, где будут делать прическу и макияж. Чувак в охуе. Что? Думал, я просто пофоткаю девочку на фоне машин при дневном свете. Но говоря, не понимаю, зачем мама привезла меня на свалку. Мы же проводим фотосессию, а она должна быть веселой и... Это авангардная фотосессия. ...изовлекательной. А тут... Че, прикольная машина, завлекайся. ...только грязные и отвратительные развалюхи. Это не лучшая обстановка для сессии. ...такая... ...можно собрать новую машину здесь. Я нашла для дочери идеальную... ...идеальную квартиру. Вот она. Переезжаешь сюда. ...в этом фургоне полно места. Нужно только его вычистить и застелить дно картоном с мешками для мусора. Заклеить вход. И все хорошо. Гримерка. Согласен. Можем поснимать ее здесь. Только я не хочу, чтобы она присаживалась. Она будет стоять здесь, а я снимать ее буду вот с этого ракурса. Да, так и ноги будут длиннее. Да, верно. Так что фон будет таким. Супер. Модные фотосессии стоят тысячи долларов. Услуги фотографа варьируются от 400 до 800 долларов. Собачий депутат готов за 350. Аренда помещения от 300 до 600. Услуги парикмахера и визажиста. Освещение, обработка. И потом, каризма наверняка захотела бы надеть платье от кутюр стоимостью до 10 тысяч долларов. Так что я и правда рада, что смогла шить для нее модное платье из мусора. Ну, сейчас посмотрим. Поехали. Вот здесь будет твоя гримерка и костюмерная. Она не может просто встать за машину и переодеться. Пока заходите, а я пойду встречу Кристину. Там бомж, Виктор его зовут, попросишь пододвинуться. Отлично. Еще там занимаются сексом крысы. Я же не здесь буду готовиться. Каризма, а где же еще? Мы на свалке. Привет. Привет. Каризма там. Ладно, я покажу тебе гримерку. Ладно. Когда я планировала эту фотосессию для каризмы, то с удивлением узнала, что за услуги визажиста можно рассчитаться фотографиями. Услуга «Время за фотографией» действует всегда. Обмен на печать. Простой обмен плодами труда. Они рекламируют вас, а вы их услуги. О, это потрясающе. Бартер называется, кстати. Это то, что я ищу. О, да. Они сделают каризме прическу и макияж, а потом могут использовать фотографии каризмы для продвижения услуг. Все в плюсе. Я, кстати, уверен, что именно вот в этом темном автомобиле внутри будет удобно делать макияж и прическу. Там все видно. Привет, привет. Вот здесь. Привет, каризма. Я никогда не делала макияж на свалке. Но в этой индустрии нужно быть гибким. Это новый для меня опыт. Такого я раньше не испытывала. Позитивная девчонка, да? Пришла куда-то, думает, ну, наверное, это авангард, ребята. Это вангвард. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. О, господи. Кстати, на фотках, наверное, неплохо будет смотреться даже. Ты красавица каризма. Отпад. Вот это да. Вот это да. Молодцы. Когда каризма вышла в том плане... Я не знаю, как на это реагировать. ...из мусора, которое сшило... И все издеваются. Это какая-то метавселенная. Это метаюмор. Элизабет. Круто. Класс. Я чуть не расплакалась. Я ощутила себя матерью новобрачной, когда та красуется в своем свадебном платье. Ощущения были похожими. Хорошо. Так, место для съемки идеальное. Положи руку себе на бедро, вот так, и посмотри туда. И когда я тебя позову, поверни ко мне голову. Ладно? Ладно. Алекс, встань здесь. Это отражатель, кстати. Так, смотри прямо на меня. Вот и все. Стой там. Положи одну руку на бак. Алекс и Брэндон, идите сюда. Мы приехали помогать на фотосессии. Мы привезли с собой воздушные шары, разорвали их. Я не понимаю, а как азиаты ездят на такие съемки и не взяли с собой даже лапши быстрого приготовления? В смысле? Использовали как светоотражатели. Но Аарон был не в восторге. Держи его вот так. Надеюсь, хотя бы оранжевый отблеск будет. Да то же самое. И бесплатно. Хорошо. Можешь эффектнее прогнуть? Зачем я себе эти все софтбоксы покупал? Какие-то соты, лампы. Можно же просто взять, не знаю, обычную лампочку, натянуть простынь. Хорошо? Не бойся, будь раскованней. Ладно? Ладно. Хорошо. Я всегда гордилась каризмой и тем, что она делает. Хотя изначально модельная карьера мне была не по душе. Но сегодня она неотразима. Прекрасно справляется со своей работой и... Ладно, давайте объективно. Неплохо смотрится этот костюм из мусора. Все. Я все сказал. Я уверена, у нее будет отличное портфолио. То, что надо. В этой позе... Я даже думаю, что и фотографии неплохие получатся. ...чувствуется характер. Точно. Сегодня... Великолепный день. О, класс. Мне нравится. Да, в точку. Не, прикольно. Все, ладно. Прикольно. Хорошо. Я доволен тем, что получил. Эта шиза сработала нормально. Батя не может дочку 40-килограммовую держать. Занесло. Не могу поверить, что ты смогла организовать всю эту фотосессию с персоналом всего за 350 долларов. Харизма, ты выглядишь потрясающе. Мне понравился... В Минске дешевле можно было бы сделать в два раза. Ну ладно, полтора. Сам процесс съемки. Сниматься во всяческих позах было весело. Она намного лучше щенков, верно? Он такой с такой, сука, и я бы поигрался. Собакой. Семья Клейтонов. Идем. Здравствуйте. Добрый день. Проходите. Что-то конкретное ищете? Да, блокноты. Да? Хорошо, у нас они есть. Прямо за вами. Доктор посоветовал нам завести... В смысле блокноты? Можно прийти в магазин, взять бесплатные буклеты и расписываться, и писать там на свободных местах. Дневники. И мы пришли в магазин. Какой ты собираешься покупать блокнот? Он, наверное, еще не знает, сколько эти малискин стоят. Вот, смотри. Как они там, малискин, не помню. Синий и розовый. Розовый мой любимый. Я вовсе не против дневников. У него Tommy Hilfiger свитер, цепь. Я ничего не понимаю в этом мире. Я просто не хочу тратить столько денег на тетрадку в мягкой обложке. Но ты видела, сколько это стоит? Всего-то 20 долларов. 20 долларов. Завязывай с этим. Первым делом он посмотрел на оборотную сторону, чтобы узнать цену. Ходить с ним по магазинам – это нелегкая задача. Ощущение, что я живу в карте. Как будто блокнот за 20 долларов – это такое. Можно реально за 5 купить за 2. Кошмаре. Какие вам понравились? Оба. У тебя… Ну, они красивенькие, ладно. Синий, у меня розовый. О, прекрасно. Чело лицо так… Чего, блядь? Так. Слушай, я не могу на это пойти. Это… Все они такие. Я знаю. Семья Уотсонов. Вау, как красиво. А где же наша огуречная вечеринка, ребята? Я понятия не имею, что моя мама и Эшли приготовили для девичника. И я очень нервничаю. Подождите. Просто всегда должна готовиться к самому худшему исходу. Это то, что я думаю? Это необычные шарики. Мне нравится. Это что, животные? Кто хочет выпить? Я, пожалуйста. Классные шарики. Это Эшли придумала. Вот соломинки. Развлекайтесь. Спасибо. Будем. Моя свадьба завтра. Мамочки. Не жалеешь? Готова к этому? Я жалею лишь о единственном. Что организовала это все моя мама. Да? Организовала бы сама. Это уже пятый выпуск, говорю. Бюджет 750 долларов. Всего? На всю свадьбу. Ни на одного? Нет. На все. Выпьешь? Тебе нужнее, чем нам. Да, поздравляем. Просто самая дешевая водка, чтобы нажраться побыстрее. Привет, Эш. Ты пропустила фото. О, простите. Тебе нравится? Да. Это? Круто. Да что с тобой? Не знаю. Завтра я выхожу замуж. Да. Выходишь? Да. Ничего страшного. Это нормально. Прости. Все хорошо. Я сейчас в полном недоумении. Я выхожу замуж за Шейна. Это моя мечта. Я его очень люблю. За Шейна. Ладно. Но такое ощущение, что это не моя свадьба, а навязанная мамой с ее бюджетом 750 долларов. Когда ты начала об этом думать? Когда уже свадьба практически прошла, я не знаю, когда вы сыграли свадьбу? Ты не думала, например, послать все нахуй и заработать денег и сделать свою нормальную свадьбу? Единственное, что важно, это то, что вы с Шейном любите друг друга. И то, что вы ничего не организовываете и нигде не работаете. Это тоже прекрасно. Хотите провести вместе... Поэтому я не понимаю, почему ты плачешь. Остаток жизни. Что бы ни случилось завтра, это просто день. Да, я знаю. Но все так стремительно. Ясно. Стремительно окунаешься в огуречную вечеринку. Это ничего. Все будет хорошо. Может, она от стыда просто плачет? Что? Все будет идеально. Точно идеально будет. Именно так и выглядят идеальные свадьбы. Ты любишь Шейна. Шейн любит тебя. Понимаешь? Я правда его люблю. Я радуюсь, что не в Африке родилась, например. Хотя бы этому. И это главное. Выпей еще. Так сильно разбавлено. Мама всегда разбавляет выпивку для вечеринок. Да. Конечно, я разбавляю выпивку. Они же там... Хорошо, что мама контролирует все абсолютно. Надеюсь, когда они будут делать детей, мама тоже будет разбавлять его сперму чем-нибудь. Пьют без конца. А я не хочу, чтобы они опьянели. И сэкономить хочу. Ребята, кто хочет торт? Торт. Да. У нас торт особенный. Мы с Эшли приготовили его сегодня для вас. Вы знаете, что это? Нет, мама, что это? Объясни. Сни. Мне стыдно, мне ужасно, мне плохо. Обсыпка. Обсыпка. Эшли надувала шарики, а я была шефом. Да. Ладно, я это заберу. Давайте, ребята, встаньте для фото там. И все скажите пенис. Этому торту место на асфальте в итоге. Не роняйте. Я держу, держу. Какая отличная фотография пола, блядь, получается. Девишник у нас замечательный. Все смеются, хорошо проводят время. Жду не... Я думаю, вот, блядь, пришли на какой-то вообще полный пи***ц. Не дождусь гвоздя программы. Ребята, стриптиз от матери будет, надеюсь, потому что бесплатный. Ребята, у меня есть сюрприз для Бритни. Присядь. Понятия не имею, что в коробке. И не знаю, хочу ли я это знать. Бритни, сядь. На девишниках обычно устраивают стриптиз. Но это так дорого... Почему на девишнике этот... Парень? ...что я смогла... Это так дорого, поэтому я нашла статую голого мужика. Пускай сама вьется вокруг него. ...каконизовать стриптиз... Бесплатно. Он не может выбраться. Надо же. Начнем вечеринку, ребята. А, это муж этой... Это мой зять. Было очень странно видеть его, танцующего перед нами. Почему он в женском платье? Это какой-то транс, типа? А, ну в Америке нормально. Я совру, если скажу, что Колби красился и надевал платье в первый раз в жизни. Запомни этот вечер. Мама и сестра... У них там нормальные ролевые игры, по-моему. ...устроили для меня лучший девичник, о котором я могла мечтать. Это было так весело. Думаю, всем... Если честно, со стороны все выглядит достаточно неплохо. Друзьям понравилось. Вкусно. Это, наверное, из-за компании, реально. Ный торт. Ну и место такое неплохое. Знаете, вот все вроде дешево, экономили, а выглядит неплохо. Переживаешь? Вот видите, и не зря экономили. ...счет завтра. Не передумала? Водяру разбавленную пить, это, конечно... Да, но не насчет Шейна. А, ясно. Нет, со свадьбой все как-то странно. Это все... Ты же знаешь мою маму. Я не в восторге от свадьбы. Я пошла на поводу у своей мамы и ее безумных идей. И чувак такой, так выходи замуж за меня, я сделаю нормальную нам свадьбу. Она такая, ну ладно. Мне остается лишь молиться и надеяться на лучшее. Ребята, спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. 60 тысяч лайков. И завтра выходит новый ролик. Что это будет за шоу? Кто его знает? Что-то интересное, прикольное и веселое. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, на телеграм, на инстаграм. Везде подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok